здравствуйте друзья этот уважаемый женщина я даже сказал этот эфир я назвал миссия женщины современные на в наше время и или женщина во всем происходящем сейчас я хотел поделиться некоторыми мыслями соображениями по поводу тех вызовов которые стоят перед женщиной сейчас в наше время и озвучить возможно в этом вы найдете какой-то в этом вы найдете какое-то для себя какие-то важные зацепки которые может быть помогут вам ассимилировать переработать и переосмыслить только то что происходит сейчас вот вообще и в жизнь женщины в частности вот забавно да что я соответственно мужчина и тут куда-то лезу тут вот в миссию женщины но вот смотрел вчера на икону дева марии и вдохновился потому что в общем то на мой взгляд на мой личный взгляд тот назовем это архетип женщины которые вот дева мария реализует этот опыт который она прошла это почему она стала такой одной из главных женщин планеты это вот именно то как она проживала свою женскую миссию вот вдохновился этим и решил немножко исходя из этой из этого вот из этого примера сделать некое такое обобщение того что сейчас происходит ну и в общем то видя то какие страхи и какие чувства наполняет сейчас женскую женскую половину вообще земли планеты в целом я сейчас не разделяю кого-то где-то я говорю о женщине вообще значит первое чтобы я хотел сказать еще некоторое время назад еще до того как началась вся вот это вот катавасия ну вообще с с боевыми действиями в принципе уже до этого некоторое время было мне мне было понятно что существует какой такой очень интересный перекос в социуме в обществе не только нашей страны но и вообще в общем то наверное западного мира в частности вот такой очень интересный перекос в сторону вот этих вот изменения 100 перекоса ролей мужского и женского то есть вот когда я вспоминаю тут вот этих всех вот этих женщин там воинственных урсула фон дер лайнен да там она в европейском парламенте да там не помню ее должность там министр этих министр бароны германии аналена бербок по моему да и вот тут вчера на пресс-конференции там министром в д финляндии женщина там в обморок упала и в европе в общем то и на западе этих прецедентов много не просто женщина в политике а женщина именно в каких-то в каких-то силовых все в силовой в силовом секторе и либо таких очень воинственных настроений для меня это вот такие просто частные примеры того что действительно с женщиной происходит что-то в мире но и с мужчиной соответственно происходит что-то что-то такое не то в мире и когда я говорил что еще до скажем так до военных действий это начиналось я имею ввиду то что зная я знаю что история возвращается циклами повторений ну так же как наша личная жизнь каждого из нас возвращается циклами повторений а то и соответственно человеческая история возвращается циклами повторений когда вот это я начал замечать еще до того как это все произошло я начал подозревать и начал говорить об этом иногда говорил об этом может быть и даже слышали о том что такое ощущение что как будто бы та история которая случилась во время второй мировой войны после нее когда произошел сильнейший перекос в роли мужчин и женщин когда женщина вынуждена была взять на себя очень много мужского и потом когда очень много мужчин погибла женщина в социуме вынуждена была взять на себя очень много мужского как будто бы эта тема эта история в возвращенном виде снова вернулась в наше сообщество в частности на запад в европу и в наше в наш социум там в нашей стране и И, я не знаю, может быть, в каких-то других странах тоже. Эта тема была очевидна. Недавно ко мне обращалась одна женщина с Европы, которая, скажем так, занимается в том числе организацией тренингов. И она говорила, нет ли у меня, спрашивала, нет ли у меня какой-то темы, которая бы касалась как раз-таки вот этого вопроса баланса полушарий, баланса женского-мужского. Потому что она тоже говорит, что сейчас есть этот запрос, он очень актуален. Понимаете, да, кто смотрит сначала, я напоминаю, тема миссия женщины и вызовы женщины в современных реалиях, в текущем пространстве исторического, так сказать, процесса. Красивое название такое. Вот я хотел сказать тем самым, что она говорит, есть запрос. Такой же, примерно то же самое, очевиден перекос. Он очень сильно бьет и не просто в социуме, он бьет по семьям, да, по структуре семьи. Вот, и эта тема, как я сказал только что, я ее замечал, как будто она вернулась из того времени, суда, то есть это как будто один из показателей того, что какой-то цикл, там, из Второй мировой, назовем его так, как будто цикл оттуда частично вернулся в виде вот этого социального феномена, вот этот перекос начал нарастать. Вот, то есть мы же понимаем, да, когда мы говорим о циклах повторений, прежний опыт, он возвращается не в прямом, вот один в один, но он очень часто похож, но он часто возвращается в виде таких симулякров, напоминалок, иных искаженных форм, но содержащих ту же самую суть. Поэтому я подозревал, что возвратился тот цикл. Ну и вот сейчас он выразился в такую, в острую, скажем так, фазу своего проявления и, в общем-то, во все идет. И женщина в этом как-то должна жить, и я сейчас первый тогда, да, что я намекаю, что женщина в этой всей истории, во всем происходящем, ее, на мой взгляд, одна из главных миссий заключается как раз-таки в возвращении в женщину, возвращении в свое женское, скажем так, полушарие, в свою женскую суть. Вот, я просто смею предположить, что, возможно, то, что происходит вообще на планете и, скажем так, и сейчас в наших странах, отчасти, отчасти, ну, мое смелое предположение, я как бы пытаюсь это сам осмыслять, отчасти связано с тем, что, значит, с тем, что женщина, функция женщины заключается, давайте так вспомним, почему есть такие теории о том, что именно женщина толкает гуманитарную, гуманитарную суть развития эволюции человечества. Мужчина там интеллектуальный там и так далее, а женщина именно гуманитарную, то есть ценностную, содержательную, потому что именно женщина создает первые и самые базовые психоэмоциональные состояния у детей, в частности, у мальчиков, да, на основе которых потом эти дети будут выбирать из окружающего мира контекст, который будет, в который они будут идти, и те смыслы, которые они будут выбирать. То есть это все будет нанизываться на те первые психоэмоциональные состояния, которые создала в самом начале бытия, еще начиная с внутриутробного развития и в первые годы жизни именно мама, вот базовые состояния, которые мама создала, эти базовые состояния, из этих базовых состояний потом дети будут ткать на основе этого шаблона, на основе этой кальки, дети, в том числе, еще раз говорю, мальчики, да, которые как будто бы являются главными, главными, главным выражением процесса войн, несмотря на это, именно женщина определяет, каков и кто он будет потом в самой своей основе. И в этом смысле то, что происходит с человечеством, то огромное количество злости и агрессии, которая все равно остается в... которая до сих пор на планете вот вылезает, вылезает, вылезает. Я немножко возвращаю ответственность женщинам и говорю, знаете, вот где-то не дорабатывайте, где-то не дорабатывайте с той точки зрения, что быть женщиной, быть матерью, быть женой, вот эта большая миссия, именно не формально, на бумаге, да, а вот именно сущностно и содержательно, создавая те самые состояния, которые у детей потом будут, которые будут делать так, что внутри будет там мир, любовь, скажем так, доверие, ощущение базовой безопасности и так далее, и так далее. Потому что травмы, которые получили наши предки, наша задача, наша задача, эти травмы ассимилировать, то есть переработать у себя, чтобы они потом не переходили вперед и по поколениям, и не воссоздавали те феномены, из которых они были когда-то вырождены. И вот в этом огромная, большая миссия женщины, и она заключается в простом, в честном несении вот этой миссии жены, матери, по-честному на своем, на женском полушарии, которая подразумевает как раз-таки вот эти вот нежность, гибкость, терпимость, любовь, вот та самая любовь, вот эта вот, которая способна трансформировать и ассимилировать любую боль, которая существует вообще в теле планеты, в теле человечества. Вот, именно женщина работает, я сейчас к женщинам уже обращаюсь, потому что у меня же в основном женщина-подписчица, именно женщина работает над трансформацией, именно женщина работает над вот этой вот, как я выразился, гуманитарной частью человечества, той, которая про ценности, про смыслы, про боль, про эмоции. Мужчины этим не занимаются. И сейчас миссия женщины, если там, например, мужчины бьются в войнах, да, то миссия женщины, выключившись из этого процесса, не включаясь, не превращаясь вот в этих женщин, которые я сказал, да, которые на Западе сейчас превращаются в воительницу, говоря о перекосе, да, наоборот, стать самым вот этим вот таким базовым представлением о женщине, которая способна сгенерировать любовь в противовес. Сложнейшая миссия, пипец сложнейшая миссия, потому что, когда я вот открываю, например, социальные сети, я вижу, сколько женщин воюют в то время, как там мужчины воюют автоматами, женщины воюют на... отчаянно воюют, до жести воюют, просто бьются там на полях сражений, в комментариях, там, в чатах, в социальных сетях. Это та же самая война, это не с левого полушария происходит. Это происходит... Это происходит как раз-таки вот с правого полушария, с мужского, и вот это... я смотрю на это и понимаю, ну, вот здесь однозначно эта женщина сейчас с автоматом. Почему нет, конечно, да, но... Но я еще раз напоминаю, на мой взгляд, я вот смотрю, я говорю, вдохновлен сегодняшним эфиром, вот, Девой Марией, смотрю на нее, да вроде не вставала с автоматом. Она продолжала оставаться в этой своей роли поразительно там, ну, кротко, поразительно любя, поразительно с уважением той роли, в которой она находится. У нас в человечестве это немножко, конечно, перепутано. Я говорю слово «немножко», я, скажем так, иронизирую, да пипец как перепутано. И миссия женщины все больше и больше и больше, на мой взгляд, возвращаться все-таки к той фундаментальной задаче. И тогда она способна из этого состояния порождать те состояния у мужчин, которых она будет воспитывать, да, порождать те состояния, из которых они потом, ну, хрень творить не будут. Либо будут эту хрень раскладывать так, что будет минимум, минимум проблем, потому что внутри у них вот эти вот следы этой любви. По народам, кстати, по разным народам, когда я смотрю по народам, по странам, я вижу, как травмы, которые были нанесены тому или иному народу, они не ассимилируются и возвращаются через года, через поколения. И у меня здесь лично вопрос в первую очередь к женщинам возникает. Вы уж извините, вы уж извините, да, но у меня вопрос в первую очередь к женщинам возникает, потому что, еще раз повторюсь, посмотрите, да, кто является двигателями трансформации, кто является двигателями, скажем так, переработки психологической, кто является на острие, кто находится на острие, скажем так, проработки родовых, национальных травм, болей своих личных, кто? Ну, женщины. Поэтому, когда я понимаю, что в той или иной нации застыла проблема, которая возвращается через годы, у меня вопрос в первую очередь к женщинам возникает, но вы уж извините, вот. Самый базовый, перейдем к второму пункту, самый базовый, конечно, пункт, самый базовый пункт и вызов, страшнейший вызов для женщины сейчас, это, конечно же, расставание с мужем, сыном, братом, там, с мужчиной, да, которое происходит в силу того, что сейчас происходит эта история, да, с боевыми действиями, можно сказать, с войной, вот. Поэтому это самый страшнейший сейчас вызов, самый тяжелейший вызов. Вот. Я, конечно же, сразу могу сказать, что я, ну, вряд ли найду каких-то таких слов, которые способны это все сейчас сразу эту боль унять, что-то с ней сделать, вот, но я здесь хочу поделиться некоторыми своими мыслями, там, как мужчины, да, вот, и опять же, опираясь на тот шаблон в лице девы Марии, который я выбрал, который был вдохновлен на этот разговор, я хочу сказать вот о какой, о каком критерии, который здесь существует. здесь, вот, в той точке, где женщина в существующих реалиях вынуждена столкнуться с тем, что, возможно, уйдет воевать ее сын, ее муж, там, ее брат, как я уже сказал, я лично предлагаю посмотреть вот на какую формулу. Вы все, женщины, прекрасно знаете, что у вас есть внутри некий, некий такой собирательный образ того мужчины, который бы вы хотели в свою жизнь, в свою судьбу. Ну, вот, мужчина, который бы собирательный, какой-то такой правильный, даже не то, чтобы идеальный, а какой-то такой вот нормальный, здоровый, Не идеальный, аномальный, здоровый уровень представления о мужчине О его нравственности, о его ценностях, о его качествах, о его способностях Это то, которое бы вы хотели То, которое бы вы хотели принять, впустить в свою жизнь Чтобы он был с вами рядом Вот у каждой женщины наверняка есть какое-то такое представление Поэтому, когда вы, не дай бог, конечно, сталкиваетесь с тем Что какой-то из ваших мужчин, опять же повторюсь Муж, сын ли, брат ли, или кто-либо еще Вынуждены так или иначе по той или иной причине идти воевать То я бы хотел, чтобы вы обратились к этому самому внутреннему критерию Про который я говорю, и спросили себя Вот то, как я сейчас проживаю и поступаю в отношении происходящего В отношении мужчины, этого мужчины Сына ли, брата ли, мужа ли Соответствует ли это тому качеству мужчины Которого бы я хотела вообще видеть с собой То, как я этот опыт сейчас проживаю Соответствует ли тому моему представлению О каком-то правильном, здоровом, достойном мужчине Который бы я хотел Интересно, но я предлагаю вам пофантазировать Готовы ли я Совмещаются ли два эти образа Потому что вдруг окажется, что я с этим мужчиной поступаю Там, например, если особенно, конечно, это касается сыновей Я поступаю с ним так Как будто Как с таким мужчиной Который бы, возможно, вот здесь бы В общем-то сюда не хотела видеть И вот эта точка Сравнения Она очень Может быть Интересна сейчас для вас, женщины Посмотрите, пожалуйста Потому что тогда Все встанет на свои места И возникнет ответ на вопрос А откуда А куда нахрен делись настоящие мужчины Да А вообще А где они, эти настоящие мужчины Потому что Еще раз повторю Кто их делает Да Вы скажете Отец Но Давайте будем честными А вот Отца еще надо научить быть отцом И это делается тоже не в одном поколении А вот И отцы, в общем-то Не приходят Не стараются слушать ушами Они не собираются там На форумы Как стать правильными отцами Там и так далее Женщины это делают Женщины Вот И Еще раз повторю Когда вы проживаете этот опыт Не дай бог Если он вас коснулся Вот И я Еще раз говорю Представляю Вспоминаю Когда опыт Вот той же самой Девы Марии Которая женщина Которая знала Всю предстоящую опасность Которая Грозит ее сыну Вы знаете Всю эту библейскую историю Но она всегда Следовала за ним Всегда была кроткой Никогда не влезала Никогда Она крайне уважала Его миссию Которую он Нес Выбрал Вот И принял на себя Потому что Если мы говорим О детях наших То Это точка проживания Сепарации Потому что Знаете Как В дикой природе У животных Ведь тоже есть Материнский инстинкт Но в какой-то момент В природе Происходит щелчок И Особи Точно Разделяются Вот там Нет такого Что всю жизнь Там Продляется Материнский инстинкт Он Он есть Он сохраняется Но В какой-то момент Природа Говорит Щелк И Особь становится Самостоятельной Иначе природа Бы не выжила Иначе природа Бы не существовала Это было бы Вечное гнездо Природа Отрегулировала Эти вопросы Жестко Но мы люди Ввиду нашего сознания Способны Эту ситуацию Игнорировать И превращать ее В Какую-то такую Замороженную историю Хоть на всю жизнь Но это Тема Сепарации Как я еще раз говорю Сейчас самое К сожалению Именно в такой форме Самое яркое место Для осознания Вот этой Точки Сепарации Для Для женщины Как она и проживает И какие там Проблемы Вообще Существуют Вот В отношении мужчины Конечно же Мужа Мужчины Там Брата Это точка Где Несмотря на тяжелые решения Женщине Придется Уважить Так сказать Выбор своего партнера Это точка Роста обоих Где я Где мы Слияния Должны превратиться В двух Партнеров Которые Осознают Что они Имеют Право На свою миссию Свой выбор Даже если мы Не сходимся Здесь В этом Тоже Очень острая история Но за счет Этого Происходит Сильнейший Сильнейший Личностный И парный Рост Когда Я уважаю И принимаю Выбор Даже если он На мой взгляд Кажется Тупым Страшным Глупым Бессмысленным И так далее Это очень Здесь нет решений Еще раз повторю Здесь нет Конкретных решений Если бы они были Вы бы давно О них знали Я бы о них Также сказал Это точка Где эти решения Придется в каждом случае Искать Их нет Законченных И финальных Есть только Какие-то критерии Которые говорят О том Что произошло Произошло Отделение Произошла Сепарация Я вот например На детской Психосоматике Очень часто Мамам напоминаю Знаете Ваши дети Приходят в мир Только с помощью Вас Но в действительности У них свой контракт С Творцом И вам Чем раньше Вы начнете Об этом помнить Тем быстрее Вы сможете Выйти сами Из вины И детей Вытащить Из их болячек Да Вот это самое То самое место Когда Важно Помнить Что давно Давно уже Не ребенок А мужчина Да Это к вопросу Еще раз говорю О том Куда делись Настоящие мужчины Кто первый Об этом кричит Тот первый Должен В общем-то Спросить себя Нет ли у него В роду Вот таких историй Когда роль мужчины Не признавалась Не только Приходящего Извне А еще Внутри Клана Сложнейшая ситуация Сложнейший вызов В общем-то Еще раз повторяю Вы сейчас слушаете Мое мнение Оно не является Истинным Правильным Законным Вы имеете Право Делиться Своим мнением Там что-то Что-то Скажем так Да Я вижу Что вы пишете В сообщениях Там что Проживаете Я повторяю Не могу Я не смогу Найти слов И это Не смогу Найти слов И нет волшебства Которые способны Эти вещи сразу Превратить Что-то в светлое Внутри Это точно процесс Это точно время И это время Иногда Долгое Но увы Это неизбежные вещи Но мы либо растем Либо не растем Вот Извините Вот Поэтому Если запутались Рекомендую Вот Деву Марию Вспомнить И посмотреть На ее шаблон Ну во всяком случае Я вот Сказал вам честно Откуда я взял Свои представления Вот Другой вызов Который бы я хотел отметить Здесь сейчас Стоящий перед женщиной Это конечно же Вызов Риск И страхи Когда развалится гнездо Когда разрушится Все то Что Я считаю Своим миром Своим пространством Вот И Давайте так Конечно же Женщина Это та Которая Создает гнездо Иной раз Очень много лет Укрепляет Его Создает Выстраивает Все связи Между членами Этого гнезда Это не просто Про дом Это про Про взаимодействие Про эмоции Про союз И Про целостную картинку И вот Если это И сейчас Очень многие женщины Проживают Риск Страх Коллапс От того Что Все то Что я когда-либо делала Все то Что я Собирала Кропотливо Все это Создавалось Мой мозг Старается Это все Поддерживать В определенном Виде Формате Там Все это Может разрушиться Все может Разрушиться Потому что Мы не знаем Чего Будет в мире Мир Мир в шоке Там Мы то Что говорить И В этом смысле Я хочу Напомнить Одну вещь Я правда Не смогу Найти сейчас Слова Которые Способны Сказать Да Ну Чего Господи Чепуха Чего Вы на этом Концентрируетесь Нет Я так Конечно же Не скажу Я скажу Другое Потому что Правда Мы сейчас Находимся Все В точке Где никто Ничего не знает Вот никто Ничего не знает Даже самые Высокие люди На планете Земля Которые Даже они Сейчас сидят В таких Состояниях Рядом с кнопками Которые Не понимают Положение вещей Ну а мы то Простые смертные Тем более Поэтому я хочу Здесь сказать одно Даже если пойти За самыми Катастрофическими Прогнозами И прийти в то Пространство Где все Разрушится Я хочу Уберечь вас От одного От одной ловушки Которую Склонен попадать Наш мозг Все те Кто Женщины Проживает Страх Развала Разрушения Всего уклада Жизни Который Есть Я хочу Напомнить Только об одном Пожалуйста Помните Что мозг Рисует Это как Финал И как будто Там все Ну вот Все Точка И все И больше Ничего Не будет Но Я хочу Вам напомнить Что Вот это все Длится Определенное Время Наш мозг Наш мозг Как будто Б попадая В ловушку Исключает Критерий Времени Как будто Б Как будто Б забывая Что провал Всегда Несет Временной Характер После которого Мы начинаем Восстанавливать Вокруг себя Ровно Такую жизнь Которая Соответствует Нашему Содержанию Вот здесь Я хочу Просто Напомнить Что даже Если Будет Какие-то Обрушения Падения Будут Какие-то Упадки Там Тра-ля-ля-ля Все то Что сейчас Рисуют Страшные Картинки Человеческие Сознания Вон Открываете Я сегодня Полистал Инстаграм И только Там Справиться С тревогой Справиться Со страхом Справиться С угрозами Как пережить Так далее Я просто Напомню Один критерий Просто Помните Мозг Обманывает Думая Что это Финал А я Напоминаю Не верьте Ему Все несет Временной Отрезок Я привожу Пример сорняков Всегда Да Вы их вырвали Через Некоторое Время Они возвращаются Это Будет Возможно Если Даже Будет Это Будет Возможно Некоторое Все восстанавливается Все приходит На круги Своя Все возвращается Не забывайте Просто напоминать Себе Возможно Это потребует Некоторого Времени Но потом Наш мозг Будет Наш мозг Не может жить В обстоятельствах Которые не соответствуют Нашим Представлениям О себе О мире Мы можем Мы из любых Обстоятельств Будем Вылезать Туда Что мы есть И мы вернемся Все вернутся В то Что они жили Где бы они ни находились На все остальное Как говорится Воля Творца Да Я Я вижу тебя Ань Да В том числе И вдохновлен И твоей историей Поэтому конечно Все возвращается На круги Своя Я вижу Как люди Ну Это просто закон Это Возьмите И вот Даже Людей Которых Когда-то Там Знаете Могли Депортировать Там Целыми Нациями Выкинуть Где-нибудь В поле Вот В поле Где-нибудь Казахстана Да И Из ничего Они Воссоздают То Там Да Какие-нибудь Если возьмем Каких-нибудь Немцев С Поволжи Да Ведь Их выбрасывали И они Воссоздавали Все то же самое Чем они Являлись До этого Это в нас Сидит Вот мы здесь Мы с собой Мы все Воссоздадим И все сделаем Я просто хотел Напомнить Чтобы не попадались В ловушку Естественно Никого заранее Не хоронить Эту ловушку Сейчас очень попадает Незаметно Внутри Многие Вы пожалуйста Не грешите Это большой грех Никого заранее Хоронить Не надо Вот Если вдруг Честно это делаете Признайтесь себе И тогда Мысленно Представьте Бога И скажите Господи Я тут немножко На себя Твою функцию Взяла Ты уж прости Меня пожалуйста Правда в том Что ничего не знаю Вот И самое время Когда я С самого начала Начал говорить о том Что время Женщинам Становится Женщинами Напоминаю Что материнская Да молитва Она Как говорится Есть такое выражение Со дна достанет Поэтому Вот Эта Практика Сейчас Самое мощное Время Для практики Женщины Оставаться Женщине Оставаться Женщиной Вот И Мы те люди Кого выкинули В поле Греки Понтийцы Да в Казахстане Там немцы Греки Понтийцы Там да Чеченцы В свое время Тоже Осели в Казахстане Ну я вообще Про то Что Такие Вещи были Вот поле И вот все И потом Вот все Восстанавливается Возрождается Мы просто должны Помнить об этом Не попадаться В ловушку Вот этого ощущения Финала И все Как будто Все произойдет И все Ну нет Друзья У Бога не так Он нам говорит Знаете Я вас в живых Оставлю Чтобы вы еще Это и разгребали Ну что Будем разгребать Прошу вас тоже Не играть В кости Скажем так Выражение Да Играть в кубики В кости С Богом Потому что Сейчас очень велик Соблазн А вот если то А вот если это А вот если то Вот что Что задумано То и будет Вы в кости Не играйте Потому что На этом тратится Очень много сил Энергии И соответственно Тревога Вот образно Выражусь Вот так Вот Это вы Фактически Садитесь С Богом Играете в кости Кидаете кубики А вдруг Вот так Он сидит На вас смотрит А вы ему Снова Семерка А вот так будет А потом раз взяли А может быть Вот так Он сидит Смотрит У меня уже Все спланировано Говорит Знаете И не забывайте Пожалуйста Об этом Вот чем больше Вы на это время Тратите Тем больше Вы тратите Ценного ресурса Просто напоминаю вам Базовые вещи Вот Которые Ну они базовые Ребята Они фундамент Поэтому Можно говорить О тревоге Работать с тревогой Красиво Здорово Но вот Есть вещи Которые Просто важно Помнить Отсылки Отсылка К творцу Делаю я В этом смысле С ним Все разговоры Короткие Там все Четко Определено Вот И Подведу Короткий итог Всего того Что сказал Мне кажется Что Ну кому Мне еще Обратиться Ну к мужикам Ну что Ну что они Мне скажут Идем вперед И все У них все Прямо А вот Женщинам Интересно Говорить Потому что Женщины Способны Меняться Способны Трансформироваться И пластичность Это свойство Левого полушария Женского В то время Как свойство Правого полушария Мужского Это вот Прямолинейность Простота Идем Прямо Пластичность Изменчивость Способность Видеть И парадоксально Мир Меняться И изменять Это именно Свойство Женщин Поэтому Напоминаю вам Чем больше Вы создадите Противовес Тому Что происходит На планете В виде Сохранения Миссии Миссии Женщины Вот Тем Быстрее Все Нахрен Закончится Хорошим Хорошим Образом Закончится И главное В миссии Женщины Это вот Если вы Запутались Еще раз Повторю Икону Дева Марии Равняйтесь По ней Вот Скажем так Знаете Как растения Как растения Которые Вот Посмотрите Вокруг Вот Пожалуйста Зеленые Растения И мы Даже Не задумываемся Что они Вот эти Зеленые Листья Из Света И воды Из Неживого Создают Проиводят Фотосинтез И создают Живое Они творят Мы этого Не задумываемся А теперь Вы Женщины Вы Из ничего Способны Создать Любовь И принятие Ваша Миссия На земле Вы В первую очередь Из ничего Способны Создать Любовь И принятие Да Мужчина Тоже умеет Это делать Но Через пень Колоду А женщины Как Аналог Фотосинтеза В растениях Который Способен Создать Живое Органику Из Неживой Материи Из Света И воды А также И женщины Из ничего Способны Создавать Любовь Поэтому Сконцентрируйте Пожалуйста Сейчас Внимание На этой Миссии Я просто Решил Напомнить О женской Миссии И о роли Женщины Во всем Происходящем А это Любовь Через ваших Детей Придет В мир Через ваших Детей Через ваших Близких Придет В мир И это Сейчас Главный Фокус Внимания На мой Взгляд Для женщины Вот Ну кто Кто воюет Вы воюете Конечно Но Помните Что И без вас Хватает Тех Кто воюет Лучше Раз бог Наделил Вас Женским Женской природой Ну вот Наверное Ее и усиливайте Вот Возможно Все это испытание Которое Проходит Для нас Для Для наших Стран И для Человечества Вообще В этом заключается В том Что мы Внятно По ролям Разобрались Не путались А Каждая Роль Просто Выполняла То Что Ей Положно Когда Я играю Когда Я говорю Игра в кости Я имею ввиду Кубики Знаешь Берут два кубика Знаете Берут два кубика И бросают И вот В настоящее время Очень многие люди С утра до вечера Играют в кости Сидят вот так Берут два кубика И бросают Так И вот А вот это будет Елки-палки Потом берут Нет-нет-нет-нет Вот это А вот Наверное Вот это будет Через месяц Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет в наше время. Я просто прошу вас, представьте, что перед вами сидит Творец, Бог, который сидит и на вас вот так вот смотрит, и вы перед ним играете в кости и говорите, наверное, господи, наверное, вот это будет. Наверное, вот это будет. И просто вот один взгляд в его вот такое лицо, смотрящего на вас, как вы играете в кубики, вот в эти в кости. Попробуйте посмотреть, что с вами произойдет. Вы, возможно, обесцените саму эту игру со своими страшными прогнозами и немножко успокойтесь. Вот, что я хотел сказать, когда я имею в виду и играю в кости. Ну что, женщина, вы меняете мир, пожалуйста, работайте, работайте, надо, сейчас надо, о, господи. Поэтому спасибо вам, комментируйте, делитесь своими мыслями, дополняйте, может быть, вы дополните еще какие-то такие мощные архетипы, которые способны отразить именно женскую какое-то такое, какое-то такое ключевое, ключевую женскую роль. Ну вот я объясню, кого я взял. Может быть, вы что-то дополните. Спасибо. Спасибо, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы здесь. Мы все сможем. Субтитры сделал DimaTorzok.